Всем привет! Сегодня будет для многих очень полезное видео. Я вам покажу две полезных настройки, которые касаются YouTube, чтобы смотреть более качественные видео и чтобы комфортно просматривать, прослушивать то, что говорят в видеороликах. Настройки максимально простые, я уверен, что практически все их знают, но судя по комментариям, которые я нахожу под своими роликами, что конкретно имеется в виду? Первое это то, что ничего не видно, когда я что-то рассказываю, что-то показываю на экране, не видно надпись, и в комментариях переспрашивают, что там написано. Второй момент, если я быстро рассказываю, то пишут, что очень все быстро, и мы не успеваем за тобой, можно помедленнее. Или же наоборот, если я показываю медленно, то пишут, конечно же, давай быстрее и тому подобное. Вот, допустим, заходим на YouTube. Я уже открыл заранее свой канал. Вот последний ролик, это очистка бесполезных файлов. Давайте запустим его. Всем привет! Сегодня я покажу мега-очистку вашего телефона от абсолютно ненужных файлов, которые, конечно же, забивают и вашу оперативную память, и... Смотрите, ставлю паузу, и сразу рассказываю про первую настройку. Когда вы поставили на любом видео паузу, вверху справа есть шестеренка. Нажимаете на нее, и вот здесь есть куча настроек. Вам, в первую очередь, нужно обратить внимание на ваше качество. Автоматически, если вы сюда ничего не лазили, не выставляли, будет 480p. Это очень плохое качество. Есть, конечно, еще хуже, но по умолчанию стоит 480p. И в итоге вы смотрите видео, даже если у вас максимально хороший интернет, 100 мегабит, либо выше, вы все равно будете смотреть в вот этом качестве. Раньше YouTube выставлял автоматически 360p, и это еще хуже. Сейчас, уже практически два года, выставляется 480p по умолчанию. Это нужно для того, чтобы все видеоролики запускались на максимально слабом интернете. И это сразу же ответ на вопрос, почему вы не видите надписи, которые я показываю в видео. Потому что качество у вас стоит так себе. Что вам нужно сделать? Нажимаете на качество, и вот здесь нажимаете на другое. И выставляете 1080p. Идет перезагрузка, и теперь, когда вы нажмете, вы уже будете видеть максимальное качество этого видео, и все отлично видно, потому что все ролики снимаются на хорошую камеру. Вторая важная настройка касается скорости воспроизведения видео. То есть, если я быстро рассказываю, вы можете замедлить, либо наоборот. Вот здесь в настройках нажимаете на колесико, и есть скорость воспроизведения. Нажимаем, вот здесь стоит обычное. Если вы хотите медленнее, то просто ставите 0.75, либо 0.5. Если быстрее, то 1.25, либо 1.5, либо любое значение, которое хотите. Смотрите, ставим 0.75, и я включаю. ...которые нам нужны. То есть, все фотографии в галерее, все аудио-видео, все останутся, все ваши приложения останутся незатронутыми, и будут работать, как и работали. По неустановлено стандартная чистка. Честно говоря, она работает так себе, и то, что она показывает, что якобы что-то чистит, на самом деле практически ничего не удаляет. В общем, что вам нужно сделать? Я рекомендую пользоваться файловым менеджером, который называется Total Commander. Его можно скачать в Google Play Маркете. Просто набираете в поиске Total Commander и нажимаете «Установить». А еще, если плохо видно на телефоне, то вы можете нажать на вот этот квадратик, и у вас делается картинка с широким обзором. Такая же программа, как ваша стандартная, вот в виде желтой папочки, там более расширенные функции по поиску. Запускаем его первый раз. Дальше нажимаете «Принимаю». Вот здесь проверяем три точки настройки, и чтобы стояла галочка «Скрытые файлы и папки». Возвращаемся. Заходите в внутренний общий накопитель.